Большинство больных, особенно в раннем возрасте при диагностике аденомы пристательной железы и ранний возраст, я называю, где-то 40-50 лет, не склонны к приему фармацевтических препаратов, которые, безусловно, могут иметь какие-то побочные эффекты. Поэтому в Нью-Йоркском логическом институте широко распространен метод гомеопатического или нетрадиционных методов лечения аденомы пристательной железы. Большинство больных, особенно в молодом возрасте, чувствуют себя замечательно, пропив препарат, основанный на гомеопатических препаратах, используемых при лечении аденомы пристательной железы. В случае более выраженных симптомов мы назначаем фармацевтические препараты. Обычно они делятся на две большие группы. Группа первая, так называемые альфа-блокаторы, это препараты, которые ведут к тому, что тонус мышц пристательной железы ослабевает, позволяя полному опустошению мочевого пузыря, увеличивая струю, и таким образом уменьшая вероятность всех этих негативных симптомов, которые часто связаны с аденомой пристательной железы. Группа вторая, препараты, которые уменьшают сам размер пристательной железы, доказано давно, что чем больше пристательная железа, тем больше шансов, что у больных в конце концов будет много симптомов, больше симптомов, и тем больше шансов, что аденома пристательной железы может привести к каким-то осложнениям, о которых я говорил раньше. Группа препаратов, уменьшающие аденомой пристательной железы, ведет к тому, что риск задержки или острой задержки мочевого пузыря уменьшается вдвое. Риск необходимости операции при аденоме пристательной железы уменьшается больше, чем вдвое. И по самым последним данным, недавно опубликованным в New England Journal of Medicine, появляется одним из самых популярных медицинских журналов не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, доказано, что препараты этой группы могут снижать на 25% риск образования рака пристательной железе. То, что я говорил, это первые две ступени лечения аденомой пристательной железы. Напомню, опять же, это гомеопатические, нетрадиционные методы лечения, либо сильные фармацевтические препараты. Безусловно, существует какая-то группа больных, и назовем их примерно 20%, те, которые не чувствуют полного удовлетворения при лечении вышеперечисленными способами. В таком случае, при правильной диагностике, при подтверждении того, что симптомы связаны именно с аденомой пристательной железы, а не существует каких-то вторичных, ранее не выявленных заболеваний, назначается более эффективное, или следующий, третий шаг в алгоритме лечения пристательной железы, это так называемая офисная терапия. И офисная терапия на сегодняшний день включает такой популярный метод лечения, как микроволновое нагревание или высушивание пристательной железы. Что вам сказать об этой процедуре? 45 минут в довольно благоприятных условиях, не сопровождающихся болезными ощущениями, не требующими общего наркоза, и, что самое главное, не требующие катетера при окончании процедуры, приводит к тому, что больной буквально в течение нескольких дней, иногда нескольких недель, начинает чувствовать себя на много-много процентов лучше. При этом больные, которые принимали лекарственные препараты на протяжении десятков лет, могут в конце концов избавиться от препаратов и почувствовать себя полноценными в урологическом плане пациентами. Это то, чем мы занимаемся в Нью-Йоркском урологическом институте при лечении аденомок предстательной железы. Следующая тема нашей сегодняшней рубрики – это рак предстательной железы. И опять же хочется заострить внимание на том, что только в Соединенных Штатах Америки ежегодно диагностируется более 200 тысяч случаев рака предстательной железы. Рак предстательной железы – это самая частая онкология в Соединенных Штатах. В недавнее еще относительное время рак предстательной железы выявлялся только в запущенных состояниях, когда, к сожалению, помочь больному было уже не так легко. Благодаря сегодняшним методам диагностики и другому уровню подхода к больным мы научились распознавать это заболевание в зародыши. И при удачном и безболезненном относительно нетравматичном лечении рак предстательной железы может быть извлечен в кратчайшие сроки с минимальными для пациента какими-то последствиями. Главное, как мы диагностируем рак предстательной железы. И первое место в этом списке должен занимать анализ крови – PSA. Хочу сказать, что в Нью-Йоркском логическом институте результат анализа вы можете узнать через 15 минут после того, что вы переступили порог института. При повышенном анализе PSA, либо при каких-то отклонениях при ректальном исследовании или пальпаторном исследовании предстательной железы, назначается биопсия предстательной железы. Биопсия предстательной железы, при том, что звучит это довольно сурово, на самом деле, 5-минутная процедура, которая абсолютно безболезненна для больного, не имеет никаких серьезных последствий, приводит к тому, что мы точно знаем на гистологическом уровне, что же происходит в предстательной железе. Иногда к нам приходят пациенты на второе и третье мнения по поводу диагностики злокачественных заболеваний или каких-то неясностей в диагнозе, наш патолог-анатом, который специализируется именно в вопросах урологии, способен устранить эти сомнения и помочь решить проблему в кратчайшие сроки. Так, при вовремя диагностированном раке предстательной железы существует довольно много эффективных методов лечения, каждый из которых перетерпел многие изменения за последние несколько лет с целью того, чтобы не оставить никаких негативных следов в организме больного после лечения. И в основном речь идет о таких видах лечения, как оперативный, либо радиотерапия. Оперативные методы лечения рака предстательной железы могут выполняться как с помощью робота, лапароскопически, так и традиционно открытым методом. При лечении рака предстательной железы оперативным методом удаляется вся ткань предстательной железы, включая зараженные или злокачественные клетки. При альтернативных методах лечения, если в силу каких-то причин, мы считаем, что этому пациенту лучше радиоактивный метод лечения, чем операция, при радиоактивном методе лечения мы тоже тесно сотрудничаем с ведущими radiation accoutes, то есть врачами, которые занимаются конкретно лечением этой проблемы радиоактивными методами. И радиоактивные методы лечения рака предстательной железы тоже разные. Существует единовременный метод лечения, так называемая брахи-терапия, при котором в ткань предстательной железы в течение 25-минутной процедуры вживляются радиоактивные иголочки или радиоактивные семечки. И эти радиоактивные семечки являются как бы мини-генератором внутри предстательной железы, позволяя убивать злокачественные клетки в течение длительного периода времени. Обычно последствия этой процедуры минимальны для больного, он может вернуться в нормальный строй, в рабочее состояние буквально в следующий день после процедуры. Также существует метод наружного лечения, радиоактивного лечения рака предстательной железы. Обычно этот метод включает около 8 недель, 15-20-минутных сеансов, при которых больной приходит в высококвалифицированный офис, где с помощью компьютерной томографии радиоактивные лучи концентрируются на тканях простаты, при этом убивая злокачественные клетки. Опять же, хочу подчеркнуть ваше внимание на том, что главное в успехе лечения рака предстательной железы это вовремя его диагностирование. Хочется заметить, что Нью-Йоркский урологический институт является одним из немногих центров, получивших аккредитацию престижных организаций, которые требуют на сегодняшний день специальных критерий, позволяющих предоставить нашим пациентам самое высококвалифицированное обслуживание. Продолжение следует...